ребят привет категорически рад вас видеть у нас на канале мужики у плиты мы продолжаем плейлист алкогольный алфавит и сегодня у нас напиток на букву m и этим напитком у нас будет мартини правда ради мы конечно же оговоримся что мартини скорее всего нельзя отнести к отдельному виду алкоголя до алкогольных напитков это скорее всего все-таки бренд такого вида как вермуты ну а основной идею вермута заключается то что обычное виноградное вино мы с вами ароматизируем различными травами да то есть ботаникой причем имейте ввиду что сам этот напиток как бренд мартини был изобретен в девятнадцатом веке таким вот итальянцам александро мартини да от этого и название пошло от этого вермута но при этом еще в древней греции вот эти вот древние греки уже использовали травы для того чтобы обогащать вкусовую картинку своих виноградных вин поэтому друзья давайте мы сейчас определимся какие же ингредиенты понадобятся вам для того чтобы на своей домашней кухне сделать вот этот шедевр мартини который по праву занимает первое место среди напитков которые называются напитки дамские поехали итак ребят для производства домашнего мартини нам понадобятся во первых это 0 5 литра половина литра дистиллята но как его сделать элементарный просто у нас есть отдельный ролик можно посмотреть здесь я буду использовать дистиллят виноградный они сахарный но если есть сложности то просто напросто заменяется бутылкой водки 40 градусной и будет все замечательно далее нам понадобится белое вино в данном рецепте я буду использовать свое домашнее до на двухлетней выдержки виноград был шардоне далее нам понадобится сахар нам понадобится фенхель нам понадобится мята кардамончик мускатный орех и в обязательном порядке нам понадобится полы также друзья я буду использовать пол миллилитра ванильной эссенции как мы ее делали тоже у нас есть отдельный ролик тоже можете его посмотреть и полюбопытствовать это в принципе все ну а сама процедура приготовления мартини нас распадется по сути на два этапа на первом этапе именно сейчас мы будем делать ну скажем так на стойку травяную значит наш дистиллят в него мы отправляем полынь кстати все пропорции вы увидите нот в облачке наверно уже увидели и под на нашим роликом значит полынь фенхель мята и смотрите что касается кардамона и ореха до мускатного я их с вашего позволения немножечко ой подломаю даже по ней более интенсивно отдавали свою ароматику так кардамончик сюда но и слушать сейчас открыл банку и этот виноградный дистиллят то есть по сути по своей чаще да ему пошел дал прям в нос так и мускатный орешек мы тоже все это подламываем кстати как сделать чачу тоже у нас есть отдельный ролик можете посмотреть чача в домашних условиях все ингредиенты а так отставить еще не все еще у нас идет пол кубика ванили вернее ванильной эссенции добавили все друзья теперь мы это все плотненько закрываем взбалтываем и отправляем в темное место на 10 дней все эти 10 дней я буду аккуратно подходить все это взбалтывать и мы через 10 дней встречаемся и продолжаем ну что ж прошло у нас не 10 дней а чуть даже более двух недель но это не страшно наоборот наше назовем так эссенция забрала с нашей ботанике все что нужно было для приготовления мартини ну и сегодня мы приступаем уже ко второму этапу приготовления нашего напитка и на этом этапе мы будем объединять виноградное вино и то что у нас получилось вот тут нашу ботанику для этого нам что понадобится нам понадобится для этого нагреть вино вместе с нашей эссенции до температуры 60 градусов для чего до того чтобы это все более корректно стабилизировалась и наши ингредиенты ну скажем так более плотно вошли в друг друга поэтому сейчас я отправляю полтора литра белого домашнего вина сюда в нашу емкость есть и на полтора литра нам понадобится 150 миллилитров нашей эссенции смотрите и специально еще вчера здесь выставил чтобы у нас ушел на дно вся наша травка муравка воспользуюсь я вот таким 150 миллиметровым шприцем для того чтобы не снимать сейчас сосадка нашу основу забираем в 150 и все это сюда же ушло ну и также ребят по нашему рецепту мы сюда отправляем сахар сахар пошел все нагреваем и отслеживаем температуру нашего продукта ну что ж довели мы температуру до искомых 60 градусов и соответственно нагрев прекращаем такс ну что ж объединенное наше волшебство выслушайте ребята такой аромат уже стоит прям мартини-мартини нас я отправляю это все сейчас в колбу да надо было конечно все таки с вороночкой это делать нам даже плита возмущается все все это сюда у нас ушло и эту же процедуру я повторяю со второй нашей бутылочки погнали итак ребят отправили мы все наши три литра в колбу сейчас ее плотненько закрываю и оставляю где-то на пару неделек но отдохнуть от сегодняшних потрясений это наше мартини поэтому встречаемся с вами через несколько секунд и приступим к бутылированию нашего напитка и так ребят пролетело 15 дней это значит что мы можем приступать к завершающему этапу то есть мы сегодня будем уже собственно разливать наш мартини оформлять его бутылирует да ну и для начала мы что сделаем сейчас при помощи трубочки мы наш напиток снимем с осадка очень очень аккуратно вот в отдельную колбу с которым и собственно и будем осуществлять разлив погнали почему я решил провести процедуру снять с осадка хотя казалось бы да помните эссенцию мы снимали тоже уже отстоявшиеся но в любом случае видите в колбе что-то на стенках осталось поэтому для чистоты эксперимента мы переливаем ну вот видите о чем я говорил вот это нам продукте не нужно но мы продолжаем обратите внимание какие я приобрел кувшинчики для бутилирования нашего мартини с учетом того что мы с вами помню мартини у нас напиток дамский соответственно подача его в праздничный стол должна быть обставлен максимально торжественно чтобы удовлетворить потребности нашей прекрасной половины человечества и так воронка кувшинчик и заливаем мартини в него где тут у нас носик все друзья погнали так сдали ли мы наш последний кувшинчик и начинаем их закупоривать обратите внимание что здесь не обычная винная пробка да не знаю видно не она конусообразная то есть она как раз таки обеспечит максимально плотное прилегание и возможность но относительно долгого хранения нашего получившегося напитка ну а для того чтобы мы четко понимали что там у нас внутри и чтобы на наших полках этот напиток не затерялся нам нужно его промаркировать да значит этикетки я делаю сам это у нас двухслойная клейкая основа до формата а4 соответственно этикетку снимаем с клейкой основы берем наш графинчик и обозначаем что здесь у нас внутри мартини завершаю и переходим дегустации поехали ну что мои дорогие друзья предлагаю перейти к самому ответственному самому прекрасному этапу приготовления нашего напитка это собственно к его дегустации ну и для начала мы бокал отправляем пару-тройку кусочков кубиков льда надо сказать что маркетологи от мартини они ребята были крайне поражены поэтому обратите внимание родился даже бокал специальной формы которые они позиционировали исключительно для мартини так называемая а мартиный бокал да но мы с вами сейчас переходим к нашему домашнему мартини заполняем бокал где-то так условно на две трети и в обязательном порядке мы отправляем сюда опа оливочку вот она сюда ушла что касается льда в мартини считается что этот продукт этот лед да он смягчает несколько вкус собственного такого напитка и если мы вспомним джеймса бонда тоже так понимаю был интересный маркетинговый ход производителей на который вывел принципе мартини да дал ему мировую известность то он говорил что мартини пьет исключительно со льдом да при этом была такая забавная история что когда эти фильмы пришли к нам советский союз до с джеймсом бондом переводчики перевели его просьбу встряхнуть но не взбалтывать до когда готовился этот коктейль но как раз таки это была сложность перевода потому что говорил он шейк но стир то есть приготовить этот напиток именно в шейкере они в смесительном стакане потому что при приготовлении в шейкере лед он интенсивнее расходится появляется больше воды и напиток становится более мягким поэтому друзья когда вы будете повторять данный рецепт все дома имейте ввиду что мартини в принципе идет очень хорошо с разными видами коктейлей что касается гастрономической пары к нему то это в принципе фрукты это в принципе сыр и ну шоколад то есть то что мы обычно ставим стол когда дегустируем вина поэтому друзья считаю что букву м нашего алкогольного фавита мы закрыли корректно готовьте наслаждайтесь вкусом пока а